Итак, вы ходите на ортопедических стельках. Раньше не болели бёдра и вдруг заболели. Что это может быть? Часто ошибка, говорят, что защемило седалищный нерв. Первое заблуждение, нерв не может защемить, потому что он не имеет болевых рецепторов и нервы не болят. Это как перерезать электрический провод. В результате выпадают функции, мышцы не работают, появляется онемение, но не боль. Если появилась боль, чаще всего это мышцы, связки, сухожилия, и поэтому работать нужно с ними. Ходите на стельках, появилась боль в бёдрах, надо позаниматься с мышцами. Что это значит? Первое – найти точку боли. Прямо так и делайте. Находите на бедре основную самую болючую точку, прощупываете её руками, Тарас. Второе – чтобы снизить боль, нужно наклониться к этой боли. Допустим, левая нога впереди, чуть вперёд, наклонились, расслабили бедро и почувствовали, что меньше болит. Меньше болит, начали её массировать до тех пор, пока она не ушла. Как только боль полностью ушла, вы отработали боль. Сколько это делать? Первое – чаще всего бывает, что сразу она не уходит, нужно несколько раз в день, пару недель, 3-4 недели, и полностью вы проработаете все болевые зоны бедра. Почему так долго? Потому что там много мышц. Раз. Второе – вы ходите на стельки, значит, происходит перестройка мускулатуры при ходьбе, выравнивается геометрия. И при плоскостопии работали одни, на стельках другие. Поэтому, чтобы вернуть функцию в норму, нужно проработать те мышцы, которые заболели, и вернуть в норму те, которые должны функционировать. В данном случае это проработать большую ягодичную. А это уже тренировка. Здесь мы прорабатывали боль. А теперь тренировка минута в день. Нужно встать, опереться о стола, подоконник, о стену, и хотя бы раз в день прорабатывать такое упражнение. Поднять ногу назад, до ощущения напряжения в пояснице, носок смотрит в пол, и держать её, пока не устанете. Коленка прямая, спина прямая. Постепенно чувствуется напряжение в пояснице, и вот она включается, ягодица, боль раз, и здесь напряжение. Примерно минуту. Ну, у кого сколько физических данных хватит. Когда нога чувствуете задрожало, вы заканчиваете, делаете то же самое с другой ногой. Изометрическая нагрузка позволяет включить мышцы, улучшить тонус, улучшить кровообращение, и когда вы убираете болевые, и тонизируете те мышцы, которые нужны у вас, перестраиваются бёдра быстрее, исчезают боли при ходьбе на стельках. В результате у вас быстрее идёт перестройка в лучшую форму, в сторону. Если вы делаете всё правильно, носите стельки, шнуруете ботинки, соблюдаете все правила нашего курса, тогда чаще всего таких моментов не бывает, что заболели бёдра, колени или стопы. Но если всё-таки такое случилось, проработайте по этой методике свои болевые зоны, и если что-то не получается, напишите в рабочий чат группы, напишите в комментариях, напишите, что у вас не получается, или даже пришлите видео. Мы их разберём подробно и ответим в удобном формате. Ну что ж, лёгких вам ног, пишите комментарии.